Альберт Иванов как Хома рыбу ловил. Никогда мы с тобой в жизни рыбки не пробовали, сказал Суслик лучшему другу Хоме. А мне её выдра так хвалила. Пошли рыбку ловить. А ты ловить умеешь? Нет, но я, наверное, очень люблю рыбку ловить, заявил Суслик. Раз не умеешь, меня слушай, отмахнулся Хома. Прежде всего нужна удочка. Удочка? Понятно, кивнул Суслик. А это что такое? Ну, палка, только длинная, с ниткой. Ага, кивнул Суслик. А на нитку поплавок, продолжал Хома. Ясно, поплавок, только длинный. Чего ж ещё? Кивнул Суслик. А зачем? Ну, я точно не знаю, зачем, признался Хома. Поплавок — это пирог гусиное. Наполовину красное, наполовину белое. Я думаю, плавает поплавок на воде. Тебе веселее на берегу сидеть. Есть на что посмотреть. Красиво, — мечтательно сказал Суслик. А ещё грузило, — продолжал Хома. Ага, грузило, — захивал Суслик. Без грузило нам нельзя. А это, как оно на вид? Такое толстое, да? Сам ты толстый, — взревел Хома. Грузило. Понимаешь? Я понимаю, — жалобно сказал Суслик. Я толстый, но я ничего не понимаю. Охотников знаешь? Знаю, — поёжился Суслик. Чем они стреляют? Ружьями, — насупился Суслик. Я не о том, что из ружья летит. Огонь! — попятился Суслик. А ещё что? Дым! — зажмурился Суслик. Ох! Хома вытер пот со лба. А вот скажи, что тебе в прошлом году в хвост попало? Дробинка! — вздрогнул Суслик. Вот она-то и есть грузило. Теперь понятно, — обрадовался Суслик. Берёшь дробинки и в рыбу кидаешь. Хома схватился за голову, сел и начал раскачиваться. Да не кидаешь, а к нитке привязываешь. Зачем? А я почём знаю. Положено так. И ещё нам нужна насадка. Я раз на реке рыболова видел. Он рыбу одну за другой таскал удочкой. Затараторил Хома. Бросит червячка в речку. Рыба, хватит его. А он её на берег. А почему же она губы не разжимает? Нет, — сомневался Суслик. Немая она. Вот почему, — сказал Хома. И ума нет. Ясно. Встал Суслик. Идём ловить. Нашли они длинную палку, а нитки нет. Ничего, — сказал Хома. И без нитки обойдёмся. А поплавок? А где я его тебе возьму? Я же не гусь. Я из себя перо выдернуть не могу. Придётся без поплавка. Уж как-нибудь. А вот грузила найдём. Уверенно заявил Хома. Пошли охотников искать. Только чур, как начнут палить, не беги. На лету дробь лови. Суслик сразу остановился. Давай лучше без грузила. Ну его. Пожалуй, ты прав, — согласился Хома. Всё равно привязывать некуда. Накопали они червяков и уселись на крутом берегу. Прямо под ними омут. Воду крутит, щепки носит. Хома палку держит, а Суслик в воду червяков кидает и кричит. Тяни! Откинется Хома с палкой назад. Сорвалась! Час ловят. Два ловят. Не ловится рыба. Срывается. Тащить не умеешь, — скинулся Суслик на Хому. Давай меняться! Поменялись. Хома червяков бросает, а Суслик палкой машет. Не ловится рыба, да и всё тут. Может, насадка не та, — задумчиво сказал Хома. Может, что другое кинуть надо? Я слышал, сом на жареных Сусликов идёт. Суслик почему-то обиженно отвернулся. Слушай! Вдруг засеял Хома. Я догадался. Мы неправильно рыбу ловим. Ты полезай в воду и плавай, будто ты насадка. Вместо поплавка я тебе полено кину. Устанешь, схватишься, отдохнёшь. Эх мы! Ну, лезь, лезь! А рыба? Спросил Суслик. А что рыба? Ты будешь рыбу приманивать, выплывет на тебя на дурне посмотреть, хватай за жабры и мне на берег. Только подбирай. Давно бы так, — подобрел Суслик. Сколько времени зря потеряли! Стал Суслик с обрыва спускаться, поскользнулся и шляп в воду. Брызги полетели. Вынырнул и орёт с перепугу. Тону! Хома ему скорее полено кидает. Хорошо, что промахнулся. Вцепился Суслик в полено, носит его водоворот по кругу. Спасите! — кричит. Рыбу! Рыбу высматривай! Советовал Хома с обрыва. Не забывай! Ты насадка! А Суслик, знай одно вопит. Спасите! Помогите! Пришлось Хоме палку с обрыва протянуть. Изловчился Суслик, когда его на полене мимо проносило, и схватился за палку. Еле-еле выбрался. Видал? Торжествовал Хома. А ты говорил, зачем поплавок? Зачем удочка? Только бы тебя без них и видели. Больше они никогда не ловили рыбу. Да и как тут с ним Сусликом ловить? Он только рыбу пугает. Продолжение следует... Продолжение следует...